Сына и Святого Духа, аминь. Святитель Иоанн Златуу, беседник отчаявшимся, говорит о молитве. Когда ты увидишь какое-либо случающееся затруднение, то молись Богу. Это единственный и самый лучший способ избавиться от случающейся с нами бедствий. Подлинно молитва есть великое оружие. Хотя бы ты был грешником, посмотри на мытаря, который не был отвергнут, который очистился от такого множества грехов. Хочешь ли знать, как важна молитва? Это не мое слово. Я сам по своему суждению не осмелился бы высказывать этого. Выслушай из Писания, как молитва делала то, что не делала даже дружба. Положим, говорит Господь, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, Друг, дай мне взаймы три хлеба. А тот изнутри скажет ему в ответ, Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели. Не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст по дружбе с ним, То по неотступности его, встав, даст ему сколько просит. Лука 11, глава 5, 8 стихи. Видишь ли, как в том, в чем не успела дружба, успела неотступная просьба. Так как просивший был друг, то дабы ты не подумал, что он по этой причине успел, Сказано, если он не даст ему по дружбе с ним, То по неотступности его, встав, даст ему сколько просит. Если и дружба, говорит, не сделает этого, То неотступная просьба сделает то, в чем не успела дружба. С кем это было? С мытарем. Не был он другом Божьим, но сделался другом. Итак, если бы даже ты был врагом, То через неотступную просьбу сделаешься другом. Посмотри на Хананьянку и послушай, что Господь сказал ей. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Матфея 15 глава 26 стих. Почему же Господь сделал, если это нехорошо, По неотступной просьбе жены? Жена достигла этого добра. Дабы ты знал, что чего мы недостойны, Того делаемся достойными через неотступную просьбу. Я сказал это для того, чтобы ты не говорил, Я грешник, я не имею дерзновения, у меня нет молитвы. Кто не думает, что он имеет дерзновения, тот имеет дерзновения. Но кто думает, что он имеет дерзновения, тот потерял дерзновение. Как фарисей. А кто считает себя отверженным и презренным, Тот особенно и будет услышан, как мытарь. Посмотри, сколько ты имеешь примеров. Хананиянку, мытаря, разбойника на кресте, Упомянутого в притче друга, Просившего трех хлебов и получившего Нисколько за дружбу, сколько за неотступную просьбу. Если бы каждый из них сказал, Я грешник, я стыжусь, И потому я не должен приступать, То не имел бы никакого успеха. Но так как каждый из них взирал Не на множество грехов своих, Но на богатство Божие, Человеколюбие, То, получив дерзновение, осмелился. И, будучи грешником, Просил не по достоинству своему, И каждый успел в том, чего желал. Будем же помнить все это и соблюдать. Будем молиться непрестанно, Бодрственно, с дерзновением, С благими надеждами, с великим усердием. С какой ревностью другие молятся о вреде врагам, С такой ревностью мы будем молиться И за врагов, и за своих братьев. И непременно получим все полезное, Потому что человеколюбив, Подающий нам. И не столько мы желаем получить, Сколько он желает подать нам. Итак, зная все это, Хотя бы мы погрузились в крайнюю бездну нечестия, Не будем и тогда отчаиваться в своем спасении, Но будем приступать с благою надеждой, Убедив самих себя, Что мы непременно получим, Чего просим, Если станем просить, С установленными им законами. Господу нашему славу во веки веков. Аминь.